Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, и вы меня очень часто просите снять видео с Яндекс.Доставщиками. Так вот, я посидел и подумал, и мне в голову пришла отличная идея, а что, если я определю самого умного Яндекс.Доставщика? В общем, друзья, сегодня я целый день буду заказывать еду из Яндекс.Доставки, и каждому курьеру, который ко мне придет, я буду задавать по три вопроса. И за каждый правильный ответ я буду давать ему по 200 рублей. И, друзья, у меня к вам есть крутое предложение. Давайте, если это видео наберет 10 тысяч лайков, в следующем ролике я сниму самого умного доставщика из Delivery Club. Так что, мне кажется, это интересное предложение. Насыпайте лайки и погнали! Здравствуйте! 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 Это Яндекс.Доставка, да? Да. Ага. Что за камера? Моя. Понятно, Ваше. Наверное, вы блогер, да? Да, да, да. Пожалуйста. Ага. Я хочу вам предложить сыграть в игру в одну. Я вам буду задавать вопросы. Ага. Если вы правильно на них ответите, я буду вам давать по 200 рублей за правильный ответ. Ну, давай, постарайся. Так, давайте. Первый вопрос у меня. Достаточно простой. На эрудицию, математику и тому подобное. В общем, сколько будет тысячу умножить на тысячу? Тысячу умножить на тысячу? Да. Это будет тысяча на тысячу? Миллион, да? Миллион, да. Да, правильный ответ. Держите. Это был первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, сколько страниц в паспорте гражданина Российской Федерации. Ну, это сложно. Где-то 60 есть. Еще варианты? Ну, это чуть меньше, чем 60. Чуть меньше, да? Чуть меньше, чем 60. Давайте 54. Не очень правильно. И третий еще вариант. Два раза меньше, если что. Еще. Ну, 50. Нет, к сожалению, там 20 страниц вместе с фотографией. Что входит в Big Mac Mac Combo в заказ? Ну, сам Big Mac. Ну, картофель фри. А картошка какого размера? Ну, маленького размера. Средняя? Маленькая или большая какая? Ну, средний. Средний, хорошо. И напиток. Ну, напиток какого объема? Ну, среднего объема. Надо назвать хотя бы какую-то цифру. 0,3. 0,3, да? Хорошо. Ну, в принципе, это правильный ответ, да. Действительно, так и есть. Вот, держите еще. Ну, какая вы щедрая. Спасибо большое. Очень хорошо отвечали на вопросы. Все, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Я хочу отдать на чай. Вот. И хочу предложить сыграться в новую игру. В общем, я могу задать три вопроса. Ага. На каждый правильный ответ я буду давать по 200 рублей. Хорошо. Давайте пойдем, пройдем тогда ко мне лучше, чтобы не стоять в коридоре. Я снимаю челлендж на YouTube. Ага. Вот. И сегодня я выявляю самого умного Яндекс.Заставщика. Ага. Так. Ну, сначала представься. Как дела? Саша зовут. Ага. Сколько ты работаешь в Яндексе? С октября месяца, ну, 10 месяцев, 9 месяцев где-то. Ну, и как в целом работа? Ну, нормально. Я на 6-7 неделю работаю, это моя вторая работа, только на выходных. Я понял. Окей. Хорошо. А кто ты по образованию? Юрист. О, юрист. Ну, отлично. Тогда, думаю, тебе не составит труда ответить на эти вопросы. Так. Окей. Смотри. Первый вопрос. 15 умножить на 15. 15 умножить на 15. 200. 25. Да, верно. Первые 200-чики все это заработал. Спасибо. Окей. Давай дальше. Ты сам из Питера или откуда? Да. Тогда этот вопрос для тебя будет самым легким. Фамилия Петра Первого? Фамилия Петра Первого? Ну, это на самом деле очень простой вопрос и в то же время очень трудный. Вот. То есть время, чтобы подумать, я тебя не тороплю, но ответ, на самом деле, очень простой. Романов. Романов. Блин, правильно, красава. Молодец. Еще 200-чки тебе. Спасибо. Так, ну и третий вопрос. Сколько граней у Куба? Граней? Угу. Тоже вопрос достаточно простой. Попробуй подумай. Угу. Пускай 6 будет. 6. Блин, это правильный ответ. Красавчик прямо все угадал. Держи еще 200-чки. Слушай, теперь у меня есть тебе супер предложение, супер игра. Я тебе задам один вопрос. Вот. Если ты правильно на нее ответишь, я тебе дам 500 рублей. Ага. Но. Есть одно но. Все, что ты выиграл до этого, сгорают. Отдаю обратно? Да, отдаешь обратно. Либо, если правильно отвечаешь, сверху еще получаешь 500. Ну, соглашаюсь, хорошо. Окей. Бита и мяч в сумме стоит 1 доллар 10 центов. Ага. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на 1 доллар? Доллар и 10 центов стоит? Да. Да. 5 центов получается. Чувак, ты красавчик вообще просто, блядь. Реально все вообще разрешил. Поэтому забей, я тебе дам еще пяти крыл. Расскажи мне тогда. Ответь уже на другой вопрос. Если ты так умный, что ты делаешь в этой доставке? Ну, реально. Так, а я как наработка. У меня просто велик стоит без дела. Я часто на выходных по 6 часов гоняю. Ну, сколько ты получаешь в месяц вот так, на этой работе? Ну, здесь, ну, 1000, за 6 часов где-то 1000 какой-то, 8-10 тысяч. Просто это вторая работа у меня. Основная работа у меня другая. В банке работаю. Таки, спасибо тебе большое. Пожалуйста, все по-другому. Слушайте, ну, это прямо круто. Это реально прямо круто. Санек ответил на все вопросы. И самое обидное то, что я сам на большинство этих вопросов не знал ответов. Поэтому он честно заработал свои деньги. И, кстати, друзья, напишите в комментариях, вот, на сколько бы вы сами ответили вопросов. Мне очень интересно, насколько мои подписчики эрудированы. И реально, вот, на сколько вопросов вы бы сами ответили. Поэтому, друзья, пишите в комментариях. Вот, я жду следующего доставщика. Блин, это очень крутой челлендж, на самом деле. В следующем выпуске я думаю сделать то же самое с доставщиками Delivery Club. И выявить уже там самого умного доставщика. Друзья, для тех, кто меня хочет видеть намного чаще, в общем, мы с друзьями запустили новое шоу. Оно называется 4 плюс 1. Там мы сидим за столом и обсуждаем суперкрутые новости. У нас уже в гостях был Макс Брандт. В общем, много, на самом деле, крутых людей. Так что ссылочка в описании. Переходите, поддерживайте меня. Ставьте лайк. А я жду нового Яндекс.Доставщика. Кстати, бургер так себе. Здравствуйте. Привет. О, класс. Спасибо. Пожалуйста. Вот, на чай. Держи. Слушай, я хочу тебе предложить сыграть в игру со мной. В общем, я тебе буду задавать 3 вопроса. На каждый правильный ответ ты будешь получать по 200 рублей. Интересно. Вот, поэтому, если согласен, погнали. Заходи. Ой, какие у вас есть? А, и школьные программы какие-то. Ну, в общем, достаточно простые. Попробуй в любом случае. Ну, не ответишь и не ответишь. Так, давай сначала познакомимся. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, сколько ты работаешь в Яндекс.Доставке? Где-то месяца 8-9. Ну, с октября с ним, да. Как тебе в целом работа в Яндекс.Доставке? Ну, как, мне нравится гулять по городу, так что более-менее. Вот. А ты есть свои минусы, так сказать. Ну, тебя устраивают зарплаты или нет? Ну, хотелось бы побольше, но в принципе, да. Сколько тебе лет? 21. Ты учишься на кого-нибудь? Нет. Я понял. То есть просто работаешь в Яндекс.Доставке, да? Да. А на кого бы хотел учиться, если так вот помечтать? Даже не знаю. Ну, просто пофантазируй, если бы. Возможно, программистам компьютерных игр. Я не знаю. Смотри, первый вопрос. 11 умножить на 11. Так, сейчас быстренько считаю. Да, ты можешь не торопиться. Время... 121. 121. Хорошо. Так, держи соточку. И сейчас еще тебе дам. Еще соточка. Смотри, дальше. Уже нравится. В каком году заработала Яндекс.Доставка? В 2018. Ну, в 2018. Это точно прям, да? Да, могу перепроверить. Нет, перепроверять не надо. Это правильно. Это правильный ответ. Держи еще. Так. Русы. Третий вопрос. Правда ли, что в Макдональдс не берут красивых девушек, чтобы люди на кассе не задерживались? Здесь хорошенько подумай. Третий вопрос, он, как всегда, сложный. Ну, не знаю. Думаю, да. Думаешь, правда? Ну, может, прям точные установки такой нету, официальной, но мне кажется, администраторы могут ставить так смены как-то. Ну, то есть ты считаешь, что это правда? Или считаешь, что это неправда? Ладно, рискну, да. То есть это правда? К сожалению, на этот вопрос ты неправильно ответил, но я его сам придумал до этого прихода. Но мне кажется, он интересный. Возможно, вполне такой. Или это может быть частным случаем. Ну, да, но это в любом случае вымысел, вот, к тому же мой вымысел, вот. Ну, ты молодец, на самом деле, на два вопроса ответил четко, вообще правильно, вот. Как часто дают на чай тебе? Процентов 5-10 клиентов. В основном по 100 рублей. Ну, сколько максимально твои чаевые были? 200 рублей за один раз, ну, от одного клиента. Ну, понятно. Ну, вот, все тогда, супер. Ну, что, друзья, я приятно удивлен, потому что большинство из Яндекс.Доставщиков ответили на два вопроса из трех правильно. И я считаю, это хороший показатель. И теперь мне стало очень интересно, насколько же умные ребята из Delivery Club. Так что, друзья, давайте 10 тысяч лайков, и в следующем выпуске я то же самое делаю с доставщиками из Delivery Club. Так что не скупитесь, насыпайте лайки. С вами был Александр Жучкин. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!